Привет, друзья! Сколько обзоров снято уже было на самый популярный браслет Xiaomi Mi Band 2 и было бы кощунством не приобрести такой и не оставить свой отзыв о нем. Первое, что начнем, с коробочки, с упаковки, с комплектации. Хотя, естественно, как обычно, я уже его проверил, поносил и сложилось у меня мнение о нем. Коробочка самая обычная, вот сейчас она идет белого цвета, и если здесь видите, сзади идет в конце номера буквы CN. Это означает китайская версия. Есть еще европейская версия, но отличаются они фактически тем, что на европейской версии изображения на браслете более холодного цвета. Во всем остальном они абсолютно идентичны. В комплект у нас входит инструкция полностью на китайском языке, абсолютно бесполезная, за исключением того, что находится QR-код для скачивания приложений. Ну и он особо не нужен, потому что в Play Market можно набрать Mi Band 2 или Mi Fit, и будет скачиваться приложение, необходимое для работы этого смарт-браслета. Также здесь была запаяна, обязательно должна быть она не повреждена, коробочка с капсулой, которая здесь лежала, зарядное устройство под капсулу и сам ремешок. Ремешок лежал отдельно, капсула вставляется в него. Вот она такая. Держится очень крепко. Можно что так ставить, что так ставить, в зависимости от того, на какую руку вы носите. Также в той комплектации, которую я купил, продавец мне положил второй ремешок, запасной. Телефон я беру для ребенка, поэтому ремешок может быть отломан. В том числе в этой части он застегивается таким образом, застегивается крепко. С руки он не слетит. Но тем не менее, второй пускай будет. Также положили защитную пленочку для данного браслета. Их там было две штуки. Одну я уже использовал. Честно говоря, мне не очень нравится, как она сидит, потому что края несколько неплотно прилегают. Ну, кстати, со временем все плотнее и плотнее. Пленочка встает на место. Ее фактически не видно. Сама пленка, которую наклеивать, она внутри. С одной стороны и с другой стороны наклеены защитные пленки. Поэтому, когда будете наклеивать, не перепутайте, какую наклеивать. То есть, надо и эту снять аккуратно, и нижнюю. Ну, обзоров очень много на этот браслет. Нового я вряд ли что скажу. Единственное, актуализирую информацию, которая на сегодняшний день, может быть, стала немножко более новой. В своих обзорах я показывал различные китайские браслеты. И P1 Smart Band, и Luoco S2, и Luoco S3, которые я покупал для своих родственников. Несмотря на большие продажи Smart Band 2, мне он несколько не нравился по дизайну, поэтому я его сначала не приобретал. Но понял и все его достоинства только после покупки. Первое его достоинство – это доступная цена. Стоит он порядка 20 долларов с одним ремешком, или 22 долларов с двумя ремешками. Это около полутора тысяч рублей, с двумя ремешками он обошелся. На данный момент этому браслету порядка пяти дней, как он пришел, довезли его тоже за пять дней. Привез курьер, постучался, вручил. Я его сразу поставил на зарядку, и на данный момент у него 92% заряда. Это обалденный результат. Несмотря на то, что у него аккумулятор кажется маленький, 70 мАч, но расходует он аккумулятор очень эффективно. Следующим плюсом этого браслета как раз является следствие его распространенности. На него огромное количество ремешков, не только стандартные, но и кожаные, металлические. Следующее, что мне понравилось – это программное обеспечение. Во-первых, оно уже отработано, отточено, отшлифовано и работает отлично. В отличие от других китайских браслетов, где оно сыровато, где-то перевод хромает, где-то какие-то функции не работают. Также, чтобы не показывать все функции, которые работают в данном браслете, есть очень хорошая инструкция. Все-таки с экрана читать и делать по этой инструкции будет удобней. Ссылку на нее я также оставлю в описании. Есть маленький нюанс с обновлением. Бывает, что браслет не обновляется, несмотря на то, что в настройках здесь есть версия приложения, а приложение – вот версия 3.3.2, ну и номер алгоритма. Чтобы он обновился, нужно в телефоне включить китайский язык. Многим это помогает. Но у меня сразу же с Play Market скачалась последняя версия, хотя до недавнего времени она была недоступна. Скачалась какая-то там предыдущая версия. Следующий плюс, которого нет тоже во многих браслетах – у него есть память. То есть, если вы сопрягаете раз в неделю все данные, которые он записывает на внутреннюю память, это данные о продолжительности и интенсивности сна, сколько сожгли килокалорий, сколько прошли шагов, сколько прошли километров. В зависимости от возраста он примерно рассчитывает длину шага. Это при установке программы вы указываете, сколько вам лет, какой ваш рост и какие ваши антропометрические данные. Следующий очень важный плюс – то, что браслет имеет влагозащиту. Несмотря на то, что она заявлена IP67, а не IP68, исполнена очень качественно. И его можно опускать в воду. Ну, купаться нежелательно, но руки мыть и даже под душем мыть ничего не будет. Даже я, пожалуй, проведу эксперимент, опущу его в воду и вы увидите, что он прекрасно работает. Еще один плюс, который у него есть – это оповещение соцсетей. Количество соцсетей здесь просто огромное. Пожалуй, все, что нужно, здесь есть. Поначалу мне казалось, что здесь добавить аккаунты и только четыре соцсети. Но на самом деле это настройка в другом месте. Нажимаете на сам браслет, нажимаете на оповещение и внизу кнопочка управления приложениями. Здесь фактически все приложения, которые установлены на телефон, способны передавать данные на этот браслет. Это очень здорово. Плюсом можно также отнести то, что достаточно гибкая настройка у этого браслета. В том числе можно выбрать, сколько параметров он будет показывать. Время, шаги, дистанция, калории, пульс, батареи. Можно какие-то галочки поставить, можно какие-то убрать. Также очень интересный здесь будильник. Может вас пробуждать именно во время неглубокого сна, когда пробуждение наиболее легкое для организма. Напомню один важный момент, который касается не только этого браслета, но и любого, который попадал мне в руки. Это требование к версии Android, которая установлена на телефон. Версия в данном случае должна быть не ниже, чем 4.3. И наличие Bluetooth 4.0 выше. Но, естественно, поговорим немножко о минусах, что мне все-таки в нем не понравилось. Ничего идеального не бывает, поэтому посмотрите сами на экран. Экран достаточно мелкий и не очень яркий. То есть для людей со слабым зрением это будет некоторым минусом. Первая сложность, с которой я столкнулся, это то, что не сразу браслет подключался к Bluetooth. Вот на телефоне Bluetooth и распознается он как Mi Band 2. Для начала я включил Bluetooth, подключил устройство, скачал приложение и браслет не подключался. Пробовал по-разному, не выходило. Думал, что такое, а может быть он бракованный. Но немножко почитав выход из ситуации, я нашел. Нужно сначала удалить вот этот вот Mi Band в Bluetooth настройках. Выключить Bluetooth. Скачать приложение. Зайти в приложение. Нажать на браслет. И тогда программа спросит, включить Bluetooth или нет. Тогда включаете и он тогда определяет его находит. Второй минус, который присущ этому браслету, но не присущ другим китайским. Вот такой вот парадокс. Это замер пульса. Замер пульса возможен только в определенных режимах. Вот в приложении выбираете активность, выбираете бег и запускаете бег. В это время он собирает данные о вас. Это пульс, а также если у вас включат GPS, где вы бегаете, маршруты рисуют. И все. Если остановить этот спортивный режим, в обычном режиме, когда вы ходите, у вас перебой в сердце, там пульс прыгает. Он это не записывает. Ну и пожалуй еще один минус. Когда измерять пульс на браслете без приложения, то результаты замера не попадают в базу. Чтобы они в базе были, надо делать это через приложение. Я считаю, что это некоторая недоработка и желательно, чтобы, во-первых, пульс мерился по настройкам в телефоне через заданный промежуток времени. И второе, что как бы вы не замеряли, он всегда попадал в базу. Ну на этом, друзья, на сегодня все. Ссылка на этот браслет будет в описании. На инструкцию на русском языке, пожалуй, лучшую, которую я нашел, тоже будет в описании. А также ссылку на сайт, где будут обновления для этого браслета, тоже вы увидите в описании. На сегодня все. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока.